Лыжная трасса и парк в центре зимних видов спорта Дмитрова Излюбленное место для проведения соревнований спортсменов-ориентировщиков В начале февраля здесь прошли открытый чемпионат и первенство Москвы по лыжному ориентированию В соревнованиях приняли участие более полутысячи человек Московских детей и заслуженных мастеров спорта Совсем юных и звезд из разных уголков нашей страны Вологды, Хабаровска, Красноярска, Алтайского края, Татарстана, Ханты-Мансийска, Ленинградской области, Ивановской, Тулы и Перми Ориентирование на лыжах – это вид спортивного ориентирования, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса Должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности Результаты, как правило, определяются по времени Родоначальники ориентирования – это, естественно, скандинавские страны Это Финляндия, Швеция и Норвегия В норвежском городе, считается, тоже недавно Международная Федерация отметила столетие ориентирования Норвегия является той страной, где зародилось ориентирование Естественно, это были совершенно простые соревнования с использованием каких-то элементов Лыжное ориентирование имеет свою специфику В отличие от ориентирования бегом, где большинство маршрутов прокладывается по азимуту В лыжном необходимо выбирать движение по сети лыжни Причем правильный вариант необходимо выбрать до начала движения по отрезку Потому что потом его сложно изменить При этом необходимо учитывать качество трассы И самое главное – уметь читать карту на высокой скорости движения Соревнования по лыжному ориентированию проводятся в разных дисциплинах Спринтерская дистанция, средняя дистанция, длинная дистанция И две разновидности эстафет Смешанная эстафета, спринтерская эстафета – это один мужчина и одна женщина И классическая эстафета – это три мужчины и три женщины Гонки могут проходить как с массового старта Допустим, средняя гонка будет индивидуальный раздельный старт, так и массовый старт Это тоже разновидность Поэтому вот такие дисциплины в лыжном ориентировании на сегодня культивируются И по ним разыгрываются медали на чемпионатах мира и этапах Кубка мира, чемпионатах Европы В лыжном ориентировании основной инвентарь – это планшет для держания карты Он крепится на грудь, при этом карта находится прямо перед глазами спортсмена На планшете также установлен небольшой компас Лыжный инвентарь применяется такой же, как в лыжных гонках, с некоторыми нюансами Это более широкие лапки на палках, так как спортсмену приходится ехать по плохо укатанным лыжням и глубокому снегу И лыжи для конькового хода Дата, которая определена в качестве начала отсчета развития ориентирования в Советском Союзе, естественно Это 1963 год, мы совсем недавно отметили 50-летие За эти годы мы накопили большой опыт и приобрели большой авторитет Практически во всех видах ориентирования у нас есть чемпионы мира И по лыжному ориентированию, и по кроссовому, и по велосипедному Современные соревнования по лыжному ориентированию проводятся с использованием электронного оборудования В которое входит станция, фиксирующая движение спортсмена на каждом контрольном пункте А также чип в виде карандаша на пальце лыжника Они доказывают его участие в гонке Старался работать всю дистанцию и концентрацию держать Сепка очень плотная Стартовал, сразу на первых КП догнал Андрея Груздева Он, кажется, две минуты передо мной стартовал Потихонечку его добрал, обогнал И он так держался за мной до конца примерно так 15-20 секунд позади Лыжное ориентирование, как и другие виды ориентирования, не является олимпийским видом спорта Несмотря на то, что хорошо развито во многих странах мира Поддерживается Международная федерация спортивного ориентирования А для спортсменов проводятся мировые чемпионаты и кубки Однако шансы у этого вида спорта на включение в программу олимпийских игр, безусловно, есть С 19-го года вид спорта включен в программу Всемирной зимней универсиады Которая будет в России, в Красноярске И сегодня с изменением правил Международного олимпийского комитета По включению новых видов спорта Такое право будет предоставляться и городам, странам, которые проводят соревнования Соревнования в Дмитрове проводились в нескольких возрастных группах Вместе с элитными спортсменами стартовали юниоры, женщины и дети В этом году трассу для гонки готовил заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию Многократный чемпион мира по велоориентированию Руслан Грицан Проживающий в селе Ильинское Дмитровского района Ну как бы мы традиционно стараемся делать интересные соревнования Поэтому сетку делаем максимально возможную для этого района Мы тут две недели с напарником, с Максимом Капитоновым работали в лесу Прорубали тропинки, чистили На снегоходах укатывали, чтобы более-менее жестко все было Ну и думали над планировкой У мужчин получилось 10 километров 800 метров, 36 контрольных пунктов У женщин 9700, 29 контрольных пунктов Это средняя дистанция считается, где-то время победителя минут на 50 рассчитано У деток как? Ну у деток по времени победителя будет примерно на 40-50 минут Соответственно дистанция короче, естественно, чем у мужчин и женщин Но все соответственно возрасте А сегодня выпал снег, он как-то помешал вашей работе? Он не помешал, пришлось просто пораньше встать, чтобы все прокатать Он даже помог, потому что он прикрыл мелкий мусор Там много веточек лежало, потому что давно снега не было А он прикрыл, стало все чище и красивее Старты в Дмитрове состоялись накануне чемпионата мира по лыжному ориентированию в Норвегии Поэтому в них смогли принять участие члены сборной команды России из разных уголков нашей страны Приехавшие в Москву для перелета в Европу В их числе самый титулованный ориентировщик на лыжах 13-кратный чемпион мира по лыжному ориентированию Эдуард Хренников и другие У нас переезд на чемпионат мира в Норвегию Мы туда готовимся И в данный момент мы вчера получали кипровку всей сборной страны И зная, что здесь очень хорошие люди Это Руслан Грицан с Натальей Антиной готовят Очень профессиональные, то есть готовят дистанции Мы с удовольствием сюда поехали, потому что мы знали, что плохо точно не будет Я первый раз в этом месте, но мне очень понравилось Хорошие лыжные трассы, много достаточно Очень густая сетка такая получается и лыжных трасс И лыжней много подготовили нашей для ориентирования И очень интересна была дистанция Я думаю, что она нам поможет немножко на чемпионате мира Около семи лет Эдуард Хренников занимается тренерской работой Сейчас он тренирует сборную Пермского края И является личным тренером четырех талантливых спортсменов Несколько его учеников из Перми входят в состав сборной России Я, конечно, очень рад Татьяниному успеху Потому что это, во-первых, мой огромный успех Большой как тренера, потому что я амбициозный человек Я хочу добиться и такого же и в спорте И как в спорте, и такого же и в тренерской работе Задатки у нее чемпионки, конечно, есть То есть она очень талантливый спортсмен Но как любому таланту, чтобы чего-то достичь Нужно всегда стараться, стремиться, никогда не останавливаться Хоть она стала чемпионкой Европы У нас очень много над чем работать Я надеюсь, не только она У меня еще Мария Кечкина такая же спортсменка Есть уровнем даже выше немножко, я бы сказал Буду работать и с ней, и еще ребята на подходе Вот Александр Павленко проезжает, это молодой чемпион Пермячка Татьяна Аборина научилась кататься на лыжах в детстве В 2004 году она пришла в спортивную школу Где начала заниматься лыжным ориентированием Ориентировщики универсальные спортсмены Они могут хорошо выступать в разных видах Так получилось и у Татьяны Трижды она становилась победительницей первенств планеты По ориентированию на велосипедах А в этом году стала чемпионкой Европы на лыжах Девушка мечтает стать чемпионкой мира и тренировать детей Сегодня была задача, ну на первом кругу надо было размяться, войти в карту Потому что новая местность, здесь еще никогда не бегали Вот, нужно было потихоньку А второй круг нужно было ускоряться на некоторых перегонах Но не сильно, потому что у нас скоро чемпионат мира Через два дня мы улетаем Не нужно было сильно уставать В принципе со своей задачей я справилась Ну и получилось так, что заняла третье место сегодня Ну участвую я в чемпионате Европы второй раз В том году я первый раз попала Он был в России, в Тюмени Там мой лучший результат было шестое место А в этом году получилось, что я выбрала дистанцию лонг Ну это самая длинная дистанция Это было 15 километров примерно Было достаточно сложно Потому что масс-старт дистанция была И вот все стартовали одновременно Нужно было концентрироваться И все время быстро ехать Все девочки из русской команды были мои соперницы Также шведки, финки, из Чехии девушка Вот она как раз стала второй Они стоят серьезную конкуренцию Очень достойные соперницы Первое место среди женщин заняла представительница Красноярской школы спортивного ориентирования Юлия Тарасенко А среди мужчин Андрей Ламов из Вологодской области Оба спортсмена в этом году стали победителями чемпионата Европы Который прошел в Швейцарии Это хороший старт перед чемпионом мира Надо так встряхнуться немного Завтра мы уже вылетаем Ну и задачи были технично пройти Без ошибок В принципе со всем справился Сетка, дистанция очень сложная Как бы не ожидал такого Ну хорошая зарядка для мозга была Ну я две недели назад Двигал в чемпионат Европы, Швейцарии На средней дистанции На спринте я был третий На средней дистанции выиграл На мост-старте был третий И второе место мы заняли в эстафете Ну сложности были, что соревнования проходили на высоте Кислорода немного меньше, чем здесь на равнении Поэтому физически бежала гораздо тяжелее Спортивное ориентирование – это массовый вид спорта Очень часто на старт одновременно выходят до сотни спортсменов Этот вид спорта динамично развивается в Москве и северной столице На Урале и в Сибири В Дмитровском районе имеется секция бегового ориентирования Российские спортсмены-ориентировщики показывают высокие результаты на международных стартах Одрадно, что Дмитровская лыжня вносит свою лепту в развитие этого молодого и перспективного вида спорта Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова